доходность японских государственных облигаций резко выросла в пятницу и впервые за четыре месяца достигла верхней границы диапазона в рамках контроля кривой доходности от англо айсиси со стороны банка японии на фоне возможного изменения в подходе к контролю доходности доходность десятилетних японских государственных облигаций выросла на 13,5 процента до 0,5 процентов достигнув верхней границы в рамках контроля кривой доходности со стороны центрального банка после того как стало известно что банк японии может изменить подход контролю айсиси что указывает на беспокойство относительно последствий если и далее следовать курсу на сдержанную денежно-кредитную политику в понедельнику алмарт инк подтвердила что продолжает увеличивать свои инвестиции flipkart private limited . приобретая оставшиеся акции индийской компании электронной коммерции принадлежащие tiger global management lc которая оценивается примерно в 35 миллиардов долларов по сравнению с 38 миллиардов долларов в 2021 году американский гигант розничной торговли не предоставил дополнительной информации о покупке хотя в воскресенье сообщалось что он приобрел долю flipkart за одну целую четыре десятых миллиарда долларов компания мета платформ с инк точка как сообщается планирует уже в сентябре выпустить различные чат-боты на базе искусственного интеллекта и с разными персоналиями которые помогут пользователям в навигации по платформе и получении полезных советов сообщение со ссылкой на людей располагающих информации по данному вопросу говорится что компания изменила парка калифорния разрабатывает чат-боты которая позволит вести диалог с пользователями на платформах включая facebook и instagram подобно человеку что в перспективе повысит вовлеченность пользователей в работу с социальными сетями среду компания мечра стратега инк объявила о планах на продажу своих акций включающих публично торгуемые акции и облигации на сумму 750 миллионов долларов причем часть вырученных средств компания планирует направить на пополнение оборотных средств и увеличение количества биткоинов которыми она уже владеет в количестве 152 тысяч 800 в заявлении комиссии по ценным бумагам и биржам сша с и си указано что американский разработчик программного обеспечения продаст свои акции компаниям кауэрн энд компанией эллиси конекорд дженурти эллиси и беренберг капитал маркетс эллиси а цена биткоина после этой новости выросла примерно на 29 тысяч 800 долларов компания robin hood маркетс инк четверг сообщила о результатах второго квартала которые впервые с момента своего появления на бирже показали прибыльность несмотря на то что число ее пользователей сократилось на 1 миллион до 10,8 миллиона человек чистая доходность американского онлайн-брокера во втором квартале выросла на 243 процента до 442 миллиона долларов благодаря укреплению сегмента маржинального инвестирования на фоне ужесточения денежно-кредитной политики федеральной резервной системы сша а чистая прибыль составила 25 миллионов долларов или 0,03 доллара на акции и т.с.